Сколько волка не корми, а все равно в лес смотрит. Каких сейчас преампов только нет. Гитарные, микрофонные, ламповые, транзисторные, объединяющие оба принципа работы. Со встроенными эквалайзерами и компрессорами, встроенные в звуковые карты микшерные пульты, дешевые, дорогие и так далее и тому подобное. Но несмотря на это, то и дело приходится натыкаться на DIY-ные гайды по сборке своих собственных преампов для микрофонов или других инструментов, к примеру, гитар. Поэтому раз эта тема многим из вас до сих пор интересна, сегодня с компанией LUTNER на ее канале мы решили вам рассказать об одном из таких приборов, да еще и в такой тривиальной упаковке. Меня зовут Дмитрий Астросаблин, сегодня говорим о гибридном преампе MP100 от компании Electron. Зажигай! Преампы как железка, простите мне это слово, вещь необходимая и незаменимая. Без них не обойтись при записи микрофонного сигнала, они участвуют в формировании гитарного звука, отсюда их великое разнообразие. Главная задача преампа усилить слабый сигнал и сформировать его основной тембр, добавить необходимый окрас, насытить гармониками четными и нечетными, сатурировать при необходимости. И в общем подготовить сигнал для дальнейшего движения по тракту, звуковую карту, пульт или усилитель с динамиком. Важность преда развязывает как руки производителей при создании всевозможных вариаций его звучания, внешнего вида и дополнительных функций, так и к сожалению войны в интернетах по поводу того, какой пред лучше, какой хуже. Важный момент, который выпускают воюющие, это то, что на итоговое звучание вашего инструмента или голоса влияет не только пред, но и куча других факторов. К примеру, модель микрофона и ваша подача, если речь идет о вокале. Если речь идет о гитаре, то имеет значение модель оконечного усилителя, кабинета, динамиков кабинета, модель микрофона, которым снимается звук, его положение по отношению к динамику и другие участники в цепи. Поэтому сегодня мы не говорим о том, что электрон MP100 лучше или хуже, мы просто о нем вам расскажем и послушаем его звучание. Сравним, кстати, с преампом, который находится в моей звуковой карте. Благо у меня есть пара подобранных октав МК319, один я пустил напрямую в карту и воспользовался преампом встроенным. Второй микрофон усиливается нашим преампом MP100. Думаю, будет вполне себе объективно. С этого момента, пока я буду рассказывать о некоторых фактах об этом преампе, я буду чередовать между собой микрофоны, чтобы вы могли наглядно понять разницу. Одна из фишек этого преампа, не главное, но все же, является возможность усиливать сигнал до 70 дБ. То есть он подойдет и для конденсаторных микрофонов, и для динамических. Для конденсаторных видим кнопочку 48 вольт фантомного питания. Далее, MP100 представляет собой гибридный предусилитель. На борту присутствуют и транзисторы, и лампа. Лампа, кстати говоря, небезызвестная 12AX7. Управление тем или иным способом усиления осуществляется соответствующим регулятором в центральной части панели прибора. Можно как полностью изолировать усиление транзистора от лампы и наоборот, так и в определенных пропорциях их между собой комбинировать. Сейчас для наглядности я поговорю в микрофон чуть-чуть поближе и покручу регулятор, чтобы вы поняли разницу между ламповым и транзисторным усилением. Сейчас регулятор в положении полностью лампы. Сейчас пополам смиксован тот и другой способ. Сейчас полностью транзистор. И от транзистора буду медленно крутить опять до половины и опять полностью в положении лампы. Чистота, эффект присутствия, конечно же, на лампе ощущается больше. Еще раз, от лампы середина, полностью транзистор. Опять вращаю до середины и опять в сторону лампы. Как я уже сказал, есть возможность послушать разницу в работе предусилителя этого и встроенного в звуковую карту. Давайте подчередуем. Сейчас, допустим, будет предусилитель ламповый. Ламповый, теперь предусилитель в звуковой карте. Опять лампа, опять в звуковой карте. Давайте покрутим в положение транзистора. Транзисторное усиление, встроенное в звуковую карту. Опять транзистор, опять преампы звуковой карты. Опять вернем на лампу. Лампа, звуковая карта. Лампа, карта. Несмотря на то, что Electron MP100 является в первую очередь микрофонным предусилителем, отсюда его название MP Microphone Preamp, было бы грешно не воспользоваться им в качестве гитарного преда. Благо, что у него есть для этого специальный инструментальный высокоомный, он же Hi-Z, вход. Для этого я пригласил своего друга Михаила Потешина, чтобы он поиграл на своем шестиструнном MusicMan. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поскольку перегруз в этом преампе, учитывая его специфику, отсутствует, мы воспользовались овердрайвом из педалборда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разница в звучании при чередовании обоих способов усиления также была вполне себе показательной и с гитарой. Ламповость присутствует. С гитарой может быть даже больше. Немного о внешнем виде. Не знаю, как вам, но лично мне очень нравятся симметричные решения лицевых панелей приборов. И в МП-стойте реализовано как нельзя идеально. Мой внутренний перфекционист удовлетворен полностью. Ручка гейна входящего сигнала слева. Симметрична ручке громкости готового сигнала справа. Инструментальный вход симметричен выходу на наушники для мониторинга. Блин, даже индикация световая симметрична. Ништяк. Как я уже сказал, входящий сигнал можно усилить до впечатляющих 70 дБ, но если он и так сильный, даже слишком, то можно его приструнить клавишей PED с понижением на минус 15 дБ, чего для большинства ситуаций вполне достаточно. На этой же стороне заметна также кнопка выбора входа, ибо у МП-стой их целых три, два из которых с обратной стороны прибора. Линейный балансный и микрофонный. Выбор между этими двумя как раз и происходит с помощью этой клавиши. Что примечательно, при инжекции TRX или джек-коннектора во вход INST, прибор переключается на взаимодействие с этим входом. Никаких других переключателей для этого не предусмотрено, имейте это в виду. Фильтр среза низких частот до фиксированных 75 Гц и клавиша поворота фазы расположились рядышком. Кнопка МТР или Метр позволяет переключаться между двумя функциями указателя в центре прибора. В нажатом положении стрелка показывает уровень выходного сигнала в децибелах. В верхнем же положении она позволяет узнать уровень загрузки предусилителя в процентах. Очень удобно и наглядно. Разъем подключения питания, клавиша включения прибора и XLR разъемы линейного входа и выхода расположились на обратной стороне устройства. Если вы уже обладаете дорогой звуковой картой с хорошими преампами, то приобретение такого устройства весьма сомнительно. С другой стороны, если вам нужен именно ламповый аналоговый прибор, да еще есть такой функции транзисторного усиления, то для вокала или гитары почему нет? Возможность работы с динамическими микрофонами только добавляет ему дополнительных баллов при выборе на полке магазина. Выводы по поводу звучания и функционала этого прибора я попрошу вас делать самостоятельно. Здесь все-таки дело вкусовщины. Кому-то нравятся только транзисторные приборы, кому-то только ламповые, кому-то вообще все подряд. Кто-то увлекается конкретными производителями с конкретными моделями. Сейчас на рынке полно приборов, угодить можно всем. Я вам просто показал еще один, как минимум для сравнения. Надеюсь, было интересно. Если есть какое-то мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а на сегодня все. Оставайтесь на этом канале или подписывайтесь, если еще этого не сделали. С вами была компания Lutner, я Дмитрий Астрасаблин. Увидимся совсем скоро в новых роликах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»